Три километра для женщин, пять километров для мужчин. Дистанция лыжного забега. Это последнее состязание полиатлона в рамках Атомиады-2017. В ожидании старта участники разминаются и волнуются. Волнение, не хочу подвести завод и своих сокомандников. Люди приехали очень сильные, кто-то силен в своем, но в общей массе здесь, скажем так, универсальные. В многоборе, например, все люди хорошо подтягиваются, хорошо стреляют и лыжники очень хорошие. Для Никиты Гусарова работника производственного объединения «Старт» это первое Атомиада. Его старший товарищ по команде Владимир Савин уже не новичок. За плечами Владимира Юрьевича десятки соревнований, а лыжный спорт давно стал для него неотъемлемой частью жизни. Я для этого вот беру. Ухожу в январе и в январе как раз накатываю объем лыжный, и в соревнованиях основных участвую. Главными соперниками зареченских лыжников стали представители Российского федерального ядерного центра города Сарова. С самого начала активное участие принимаем в Атомиаде. И, конечно, в городе Заречный мы не первый раз, и Заречный у нас в гостях тоже частый гость. И вообще мы очень дружим, и спортсмены уже знают друг друга, знают возможности. Это вообще достойные соперники, судя по вчерашним гонкам. Вообще очень приятный город. Представители Сарова завоевали первенство в старшей возрастной группе у мужчин и в младшей у женщин. Среди женщин старше 35 лет не было равных представительница производственного объединения стат Алли Чуриловой. Победу у мужчин в младшей возрастной группе одержал москвич Алексей Сережкин. Два года назад на прошлой Атомиаде, вот я тогда выступал в лыжах, занял пятое место, вот и решил попробовать в этом году силу в палеотлоне. Очень нам нравится организация, погода, вообще все замечательно, на высшем уровне. Спасибо большое. После забегов палеотлонистов на старт вышли участники лыжной эстафеты, семь мужских и три женских команды. Следующий этап, самый интересный в соревнованиях в лыжных гонках – это лыжная эстафета. Лыжная эстафета у нас проходит, это четыре человека, это мужчины, дистанция 5 километров и четыре женщины, дистанция 3 километра. В эстафете и у мужчин, и у женщин награды высшей пробы достались гостям из Сарова. Победители палеотлона и лыжные эстафеты примут участие в финале зимней спартакиады от МИАДА-2017, который состоится со 2 по 5 марта в Новоуральске. Светлана Теплухина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова